Мой отец спросил маму, чего ты боишься? Такой красивый корабль, здесь нечего бояться. Я не знаю, чего я боюсь, но я ни за что не стану спать по ночам. Я буду спать днём, а вечером ждать. Вы меня не переубедите, сказала тогда моя мать. Так она и поступила. И когда произошло это ужасное столкновение, она уже сидела на готове в своём номере в верхней одежде. Благодаря этому семья Евы Харт оказалась возле спасательных шлюпок одной из первых и смогла спастись. Все члены семьи, кроме их отца, спасали только женщины-детей. Некоторые же отказывались от билетов, правильно? Кто-то не сел на «Титаник» и не ушёл в рейс. И остались живы. Если крысы бегут, я последую их примеру. Марские волки говорят, убить корабельную крысу – накликать беду. Матросы верят, что грызуны ещё в гавани слышат голос моря, который шепчет о судьбе корабля. Капитан дальнего плавания Борис Пресняков рассказывает невероятную историю из жизни его друга, служившего на пароходе «Умань». Второй помощник, он увидел, как с парохода по трапу потоком уходят крысы, которые всю жизнь жили на этом старом пароходе. Проложал об этом капитану. Капитан сказал, что не выдумывай. Опрасно второй помощник, опытный моряк, пытался убедить молодого капитана в том, что такую примету игнорировать нельзя. В конце концов, капитан вспылил, в жёсткой форме велел прекратить разговоры и идти в рейс. Тогда второй помощник собрал чемодан и покинул судно вслед за крысами. Его выбросили из партии, значит, выкинули из пароходства. Пароход ушёл в рейс. Значит, через четверо суток пришла радиограмма о том, что он погиб недалеко от Гибралтора. Тогда там погибло, если мне не изменяет память, 18 членов экипажа. Моряки, которые провели большую часть своей жизни бороздя моря и океаны, рассказывают. С годами даже самые убеждённые материалисты начинают верить в то, что вода – это живой организм, способный думать, помогать и даже мстить. Океан – это мужчина. Море – женщина. Океану нужно уважение. Морю – любовь. Сливать за борт нельзя. Ну, то есть нельзя неважительно относиться к океану. Нельзя хвалиться. Это самый непотопляемый корабль в мире. Вот такого говорить нельзя. На «Титанике» так говорили, поплатились. Это городок Ков на южном побережье Ирландии. Его население составляет всего 11 тысяч человек. Но в начале 20 века его название облетело страницей газет всего мира. Ведь именно он был последним портом, в который заходил лайнер «Титаник». Это тот самый пирс, с которого пассажиры отправились на борт «Титаника». Они погрузились на два небольших судна, которые вскоре доставили их на сам лайнер, стоявший в центре бухты. Ков был последним местом, где делал остановку «Титаник». Очень многие ирландцы в те годы уезжали в Америку. Во время последней остановки лайнера в городе Ков на его борт поднялись 123 человека. Через три дня из них останутся в живых лишь 44. Сегодня фотография пассажиров установлена на фоне пирса, по которому они сделали последние шаги на суше. Это то самое здание, в котором находился управляющий офис судоходной компании «Уайт Старлайн». Отсюда утром 11 апреля 1912 года 123 пассажиры поднялись на борт «Титаника». Они поднялись прямо по этой лестнице за своими билетами. Это были три билета первого класса, семь второго и 113 билетов третьего класса. А это опыт «Титаника». Так называется музей, посвященный легендарному лайнеру. Он также находится в городе Ков и ежегодно привлекает десятки тысяч туристов. В его залах хранится несколько загадочных экспонатов, которые были подняты с места гибели корабля. Это не обломки «Титаника». Установить их назначение пока не удается никому. Мы даже не предполагаем, что это может быть. Есть еще один факт, о котором музейные работники стараются молчать. Утром 11 апреля 1912 года один человек не поднялся на борт «Титаника», а тайно сошел с него в этом порту. 23-летний кочегар Джон Кофи сбежал с «Титаника», когда они пришли в наш порт. Он с большим трудом добился этой работы на корабле, но попросту сбежал с судна во время последней стоянки. Позже официально было объявлено, кочегар просто хотел бесплатно добраться из Лондона в Ирландию, потому и сбежал. Но местные жители рассказывают, что мистер Кофи не просто дезертировал с корабля. Он пытался предупредить пассажиров, которые вот-вот должны были подняться на борт «Титаника». Он говорил, что ему уже месяц каждую ночь снится один и тот же сон. Корабль тонет, и большинство из тех, кто поднимается на его борт, гибнут. Но все решили, это величайший корабль всех времен. Он не может утонуть. Каждый год 11 апреля церковь города Коф устраивает поминальную службу в память о пассажирах, лайнера, которые не прислушались к грозным предостережениям. Смотрите далее. Загадка клонейда – самой таинственной религиозной организации Земли. Нельзя клона Гитлера судить за то, что сделал совсем другой человек. Почему они вкладывают огромные деньги в строительство космодромов? И при чем тут единственный рейс «Титаника-2»? Это будет событие, которое человечество запомнит навсегда. И удалось ли миллиардеру Клайву Палмеру оживить свою жену? Документальный проект «Титаник. Секрет вечной жизни» сразу после рекламы. «Титаник. Секрет вечной жизни». «Океан любви». Первая серия. Исчезнувшие цивилизации и самопровозглашенные государства. Утерянные знания и технологии будущего. Политические интриги и необъявленные войны. Мир вокруг нас в тысячи раз интереснее, чем сериал, телеигра или ток-шоу. Смотрите документальное расследование РАН-ТВ. То, что по-настоящему интересно. Каждую пятницу с 12 августа только премьеры. Ровно в 20.00. Здравствуйте, мистер Палмер. Добрый день, месье Варьон. Пожалуйста, зовите меня Рай. Вы знаете, зачем я пришел? Я соболезную вашей тяжелой утрате, мистер Палмер. Наше общество как раз помогает людям, которые оказались в такой же ситуации, как и вы. Сколько времени вам нужно? При достаточном уровне финансирования мы вернем вам жену не позже, чем через полтора года. Полтора года? О какой сумме идет речь? 150 миллионов долларов. Для вас это небольшие деньги. Хорошо. Еще что-нибудь? Нам нужен генетический материал объекта клонирования. Нужно, чтобы вы передали нам лобную долю головного мозга, Сьюзан. Вы с ума сошли? Вы сказали, что готовы на все. Поверьте, это необходимо. Иначе ничего не выйдет. Я подумаю над этим. По нашим сведениям, миллиардер Клайв Палмер всего один раз лично встречался с этим человеком. Клод Варион. Руководитель самой загадочной, самой законспирированной и закрытой секты на Земле. Официальное название клонайт, или как они сами себя называют, рейлиты. Штаб-квартира в Швейцарии, филиалы по всему миру и многомиллионные пожертвования анонимных инвесторов. Это все, что о них было известно до недавнего времени. Рейлиты – это уфологическая секта, которая возникла в 60-е годы. Идея его в том, что Земля должна готовиться к пришествию инопланетян, которые полностью переменят всю жизнь на этой планете. Это прозвучит невероятно, но месье Варион, он же Раэль, убежден, что является потомком брака земной женщины и инопланетянина. Но еще невероятнее, что ему верят больше ста тысяч человек. Именно столько последователей насчитывает эта секта по всему миру. На первый взгляд, немного, но это очень богатые люди. Раэлиты верят в бессмертие путем клонирования. Каждый новый член секты составляет у нотариуса официальное завещание. После смерти у него должны вырезать, а затем заморозить так называемый третий глаз – лобную долю головного мозга. Этой части мозга якобы достаточно для того, чтобы впоследствии полностью восстановить человека и его личность путем клонирования. Звучит фантастически, но, как ни странно, многие эксперты подтверждают – доля истины в этом есть. Вот эти структуры промежуточного мозга на то, что мы называем третий глаз, да, вот эта вот структура, именно связанная с эмоционально-гормональной, с лимбической системой. Раэлиты утверждают, что эту технологию им передали представители внеземной цивилизации – космические кураторы человечества. Этическим соображением этого делать нельзя, даже если бы это было возможно, потому что человек обладает особым достоинством, и, конечно, он должен иметь право иметь родителей и на полноценное происхождение. Это покажется странным, но ученые, которые клонировали овечку доли сегодня, являются самыми яростными противниками идеи клонирования человека. Они подчеркивают, прежде чем на свет появилась знаменитая овечка, они поставили почти 300 неудачных опытов. Животные рождались со страшными уродствами. У самой доли проявились болезни, несвойственные овцам. Она состарилась и умерла за считанные месяцы жизни. Именно по соображениям гуманности большинство стран мира запретило вести работы по клонированию человека. И не приведи Господи, чтобы вот эти работы, особенно в отношении, конечно, человека, были продолжены. Мы нарушаем работу целого генома, работа которого складывалась в течение эволюции, и результаты непредсказуемы. Но роэлиты утверждают, что вопреки всем законам, одного человека они уже клонировали и успешно. Поскольку почти во всем мире это запрещено, материалы величайшего научного достижения засекречены. А его объект, молодая женщина, скрывается на территории Австралии. Единственной страны, где нет запрета на клонирование человека. На родине миллиардера Клайва Палмера. Смотрите далее. Впервые на телевидении эксклюзивное интервью главы российского филиала роэлитов. Клонирование – это секрет вечной жизни. Зачем им нужен «Титаник-2»? Смотрите на канале РЕН-ТВ сразу после рекламы. «Титаник. Секрет вечной жизни. Океан любви. Первая серия». 11-го года газета «Belfast Morning News» написала следующее. Трудно понять, почему владельцы и строители корабля нарекли его «Титаником». Ведь титаны были мифическими существами, возомнившими, что они стали равными по своей силе богам. Тогда Зевс низвергнул дерзких титанов в мрачную бездну и тьму, из которой они уже никогда не найдут выход. Имя «Титаник», оно в какой-то мере отражало тщеславие своих владельцев. Естественно, имена лайнерам давали не моряки, а давали владельцы этих судов. Как с капитаном Урунгелем. Назовите бедой. Так и поплывешь на беде. «Титаник», да, он оправдал свое название. Это покажется удивительным, но и в дальнейшем корабли с таким названием словно будет преследовать злой рок. В 1939 году, в том же районе Атлантики, где затонул «Титаник», ночью плыл другой корабль «Титаниан». Внезапно возникшее чувство тревоги заставило рулевого отдать команду «стоп-машина». Когда гул двигателей прекратился, старшие офицеры корабля стали выражать недовольство задержкой. И в этот момент из темноты внезапно вынырнул огромный айсберг и нанес по корпусу сильный, но уже не смертельный удар. В названиях вообще очень большая мистика есть. Корабль – это такой усилитель. Тут должны быть какие-то нейтральные имена. Весной 2010-го в Карибском море получила пробоину прогулочная яхта «Титаник». Радиоаппаратура вышла из строя, и небольшому экипажу удалось спастись только благодаря спутниковому телефону, который был на борту. Спасатель Алекс Эванс заявил журналистам газеты «Гардиан». Называть судно «Титаником» весьма опасно. Я бы точно так никогда не сделал. Вы видите уникальное видео. Кажется, что корабль летит по воздуху в 20 метрах над водой. На самом деле он идет по волнам, как положено. А иллюзия возникает, потому что в этом месте над водой образовалось несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности и температуры. В результате мы вблизи видим зеркальное отражение объекта, который на самом деле может находиться за сотни километров от нас. Эта природная аномалия называется фатоморгана. Среди моряков считается, что увидеть это явление не к добру. Мы видели берег Ладовского озера, западный берег, который находился где-то чуть ли не в 200 километрах. Его никак не видеть нельзя было, мы очень четко видели. Британский исследователь Тим Мелтин считает, что именно это природное явление привело к гибели «Титаника». Он опросил выживших в катастрофе, изучил метеосводку дня трагедии и пришел к выводу, что во всем виновата фатоморгана. Роковой айсберг матросы «Титаника» заметили слишком поздно, потому что его действительно не было видно. По мнению Мелтона, из-за тепловой инверсии воздуха получился своеобразный антимираж. Особенно в утренние и вечерние часы возникает рефракция. Все предметы, которые вы видите на горизонте, они перевернуты и приподняты над горизонтом на какую-то высоту. Спустя 90 лет после гибели корабля, сторонники этой версии смогли отыскать тот самый айсберг, который отправил «Титаник» на дно. Его фотографии долгие годы находились в частной коллекции и нигде никогда не публиковались. Зрители канала РЕН-ТВ увидят их первыми. Эти фото были сделаны на следующий день после трагедии главным управляющим лайнера «Принц Адальберг» в нескольких милях южнее места, где пошел ко дну «Титаник». Его пассажиры и экипаж тогда еще не знали о произошедшей катастрофе, но их внимание привлек длинный след красной краски вдоль основания ледяной горы. Это указывало на то, что совсем недавно она столкнулась с каким-то кораблем. Объект, с которым столкнулся «Титаник» – искусственное происхождение. Уже через день после трагедии первые полосы английских газет сообщали, что сбылось очередное пророчество Нострадамуса. В европейском и американском обществах начало 20 века были очень популярны спиритизм и астрология. Поэтому воплощение очередного пророчества Нострадамуса произвело эффект разорвавшейся бомбы. Могучий сын Гей, сильнейший, из прочих великих отправился в славный поход. Нерадивые юнцы не сообщат важные вести. Полторы тысячи людей обречены на безвинную смерть во тьме. Не время для морских прогулок перед кровавой войной. То, насколько точно оказалось пророчество, шокировало западных читателей. Могучий сын Гей – это «Титаник». По легендам, древние титаны были рождены богами Ураном и Геей. Нерадивые юнцы – это двое матросов, которые не смогли вовремя предупредить об айсберге. Полторы тысячи людей погибли, как и сказано в пророчестве, а кровавой войной стала Первая мировая. Для того, чтобы пассажирам первого класса не мешали спасаться пассажиры третьего, их попросту заперли на нижних палубах корабля. Если вы мужчина из первого класса, вас вполне могли и посадить в лодку, несмотря на приказ спасать женщин и детей. Однако, если вы бедняк из третьего, у вас практически не было шансов на спасение. Людей разделили на состоятельный класс, которому в первую очередь оказывали помощь, и на простолюдинов, которые были в глубине трюмов, заперты. Одной из многочисленных жертв той ночи стал Самуэль Морли, прототип героя Леонардо Ди Каприо из знаменитого фильма Джеймса Кэмерона. Ему удалось посадить свою невесту Кейт Филлипс в шлюпку номер 4, хотя в ней сидело несколько джентльменов из первого класса, да еще и с чемоданами, самого Сэма в шлюпку пускать отказались, сославшись на приказ капитана. Сто пассажиров первого класса имели такую же площадь в своем распоряжении, считая площадь кают, площадь салонов, площадь концертных залов, площадь ресторанов, сколько, допустим, тысяча пассажиров в третьих. Даже после ужаса пережитой ночи некоторые миллионеры все равно проявляли недовольство. Они говорили, что не желают сидеть рядом с простыми людьми из второго класса. Даже смерть не стерла различия между богачами и бедняками. Тела пассажиров первого класса сразу помещали в гробы второго и третьего, в парусиновые мешки, а тела членов экипажа просто укладывали на лед и накрывали брезентом. Один из пассажиров, Ильям О'Коннор, со смехом отреагировал на замечание, что женщин из третьего класса надо пропустить. Преимущество отдается мужчинам, которые честно платят за первый класс. Подобная логика близка и австралийскому миллиардеру Клайву Палмеру, который сегодня строит копию «Титаника». Мы решили передать оригинальную обстановку на «Титанике», сохранив разделение на первый, второй и третий класс. Я считаю, это очень важно. Так что, если вы забронируете место в третьем классе, у вас будет возможность делить. Каждый вечер сидеть с ирландцами за бокалом виски. Хотя во всем мире уже давно отменено унизительное деление на пассажиров первого, второго и третьего класса, на своем лайнере Палмер собирается его восстановить. Смотрите в следующей серии. Какая судьба ждет пассажиров «Титаника-2»? Проявится единственный раз на точной группе «Титаника». Что скрывают смертоносные воды океана? Присутствие ощущается, что кто-то есть. Вся правда о гибели Коста Конкордии из уст пассажиров. Потом сильный какой-то удар, люди все в шоке. И эксклюзивное интервью с главным рейлитом России. Я просто счастлив и рад быть рейлянием. И сенсационные факты о «Титанике-2» от его заказчика, миллиардера Клайва Палмера. «Титаник-2» – это уже другое имя и другая история. Смотрите во второй серии документального сериала «Титаник. Секрет вечной жизни. Круиз на тот свет». Декабрь 2002 года. Внимание всех ведущих телеканалов и газет мира приковано к сенсационному сообщению. Сотрудникам биотехнологической компании «Клон-Эйд» удалось клонировать человеческого ребенка. Девочку, созданную искусственным путем, назвали Евой. Глава компании Бриджит Буасилье заявила, что их достижение открывает новую эру в медицине и биологии. Теперь тысячи бездетных семей, не способных зачать ребенка, наконец получат эту возможность. Нет достоверных сообщений об этом, но, в общем-то, никто из биологов не сомневается, что эта удача технически вполне решаемая. Весь мир с нетерпением ждал, когда же обществу предъявят первого клона. Была даже объявлена дата, когда это произойдет, но неожиданно нашлись противники. Американский адвокат из Флориды Бернард Зигель подал на организацию в суд с требованием посадить в тюрьму всех, кто был причастен к эксперименту. Ведь подобные опыты в Америке запрещены законом. Но еще большую сенсацию произвело заявление Гарри Гриффина, знаменитого ученого, который клонировал овечку Долли. Он объявил, что компания, которая якобы создала ребенка, является филиалом тоталитарной сектора элитов, а их эксперименты с клонированием людей несут угрозу для всего человечества. Даже тот человек, который создал, собственно говоря, овечку Долли, ушел из этого бизнеса, он ушел из этой части науки. Смотрите во второй серии документального проекта «Титаник. Секрет вечной жизни». Эксклюзивное интервью миллиардера, строящего «Титаник-2». Мой банковский счет. Вот бюджет проекта. Как связано строительство «Титаника-2» и клонирование человека? «Пообещайте им бессмертие. Люди выстраиваются в очереди». Сколько это будет стоить? «Я бы хотела, чтобы меня клонировали». Эксклюзивное интервью с главным рейлитом России. «Я просто счастлив и рад быть реляином». Почему состав океанской и морской воды на Земле стремительно меняются и что скрывают ученые? «Наша планета – это все-таки больше планета океан, чем планета Земля». Уникальные документы и сенсационные факты в документальном проекте телеканала РЕН-ТВ «Титаник. Секрет вечной жизни». Мир, идеальный мир элохимов, который к нам все ближе, очень близок к коммунизму. За исключением того, что в нем нет пролетариев, нет рабочего класса. Вся работа выполняется компьютерами, роботами и нанороботами. Но что же тогда делаете вы? Вы счастливы. Вы просто делаете то, что вам нравится. Это один из стандартных семинаров сектора элитов. Вы видите, как ее руководитель Клод Варион рассказывает, в каком мире будут жить люди, которые станут его последователями. Он убеждает, что все, о чем он говорит, наступит сразу после того, как на Землю вернутся инопланетяне, которые нас клонировали – элохимы. Нам удалось получить эксклюзивное интервью лидера российского филиала эроэлитов – самой закрытой и законспирированной религиозной группы на Земле. Еще никогда раньше они публично не отвечали на вопросы журналистов. Элохимы с древней эурита стоят во множественном числе, означает «пришедшие с неба». Единственное число – слово «элохим» – «элохо», то есть «пришедшие с неба». Они рассказали, что нет никакого бога, это ошибочный перевод, есть слово «элохим». Дмитрий считает, что раса инопланетян предоставила человечеству возможность развиваться самостоятельно, но поддерживала контакт с людьми через их пророков. Роэлиты считают, что это инопланетяне придумали основные мировые религии и заповеди, во многом идентичные друг другу. Элохимы были вечные, так как они открыли секрет вечной жизни, это клонирование, но вечным людям не позволено иметь детей. Точно так же, как к ограничению рождаемости призывают ираэлиты. Например, они активно проповедуют гомосексуализм, свободный секс, аборты и эвтаназию. За этим таким разнузным поведением сектантов стоит очень жесткий контроль. Это тоталитарная секта. Откуда же у них берутся деньги? По некоторым данным, все члены секты вносят в центральный офис 10% от своего ежемесячного дохода. Причем 1% от каждого взноса идет в карман провозвестника Роэля Клодова Риона. С учетом того, что во всем мире насчитывается порядка 100 тысяч роэлитов, которые в основном живут в развитых странах Запада, то каждый месяц выходит порядка 10 миллионов долларов. Казалось бы, смешная сумма, но это вклад только рядовых адептов. Пожертвования от мультимиллионеров, которые хотят продлить свою жизнь, умножают эту сумму многократно. Но даже это не все источники денег секты Клодова Риона. Существует много способов изъятия денег у населения. Один из них пообещает им бессмертие. И люди выстраиваются в очереди. Люди просят их клонировать. У Роэлитов гибкий прайс-лист. На волне популярности они заявили, что первые 20 супружеских пар, которые обратятся к ним за клонированным ребенком, получат его бесплатно. Остальным придется заплатить по 50 тысяч долларов за малыша. Кажется, что все это превратилось в одну грандиозную пирамиду. Но не так все просто. Мистер Палмер, все почти готово. Наконец-то. Вы уверены, что все пройдет гладко? За последние 10 лет мы наработали значительный опыт в клонировании человека. Но умершего мы клонируем впервые. Могут обнаружиться необратимые изменения мозга, которые произошли, пока она была забальзамирована. Что тогда произойдет? Сто процентной гарантией, что она вас узнает, мы дать не можем. Я не хочу, чтобы она снова страдала. Мистер Палмер, я могу сказать одно. Вы должны принять решение. Если вы не решитесь сейчас, то Сьюзан навсегда останется мертва. Хорошо, начинайте. Это решение очень многих проблем для человечества. Это лечение болезней. И люди, которые выступают против клонирования, они, наверное, до конца не понимают, что они делают. Потому что клонирование – это секрет вечной жизни. Клонирование позволяет воссоздать живое существо, даже если оно погибло. В 2002 году газеты «Комсомольская правда» и немецкое издание «Бильд» сообщили, что член общества роэлитов и одновременно исполнительный директор компании «Клон Эйд» Бриджит Буасилье заявила о планах клонировать Адольфа Гитлера. Официальная цель – придание его трибуналу за преступления против человечества. Была даже определена биологическая мама, которой предстоит выносить нового фюрера. Ею согласилась стать Марина Буасилье, 22-летняя дочь руководительницы проекта. Есть отдельно от релинского движения компания «Клон Эйд», то есть «Помощь клонированию». Этой компанией заведует Бриджит Буасилье, одна из наших членов. Для того, чтобы клонировать фюрера, нужно иметь клеточный материал, а он есть только в России. В московском государственном архиве находится нижняя челюсть и часть черепа Гитлера с пулевым отверстием. Проэлиты считают, что ДНК, которые в них заключены, также хранят и память немецкого фюрера. Они постоянно привлекают к себе внимание разными скандальными заявлениями. Скандальная правда о том, зачем на самом деле раэлиты хотели клонировать Гитлера, станет известна лишь спустя 10 лет и приведет к одномоментному уходу из секты 20 тысяч человек. Во все времена спуск судна на воду сопровождался множеством необычных традиций, соблюдение которых должно было обеспечить кораблю удачное плавание. Так в Древней Греции корабли украшали оливковыми ветками и омывали кровью зарезанного барана. В средние века капитан не давал команду к отплытию, пока монах не произнес молитву. Считалось, что это обеспечит кораблю хорошую биографию. А в 20 веке появилась традиция разбивать аборт судна бутылку шампанского, причем разбить ее должна была женщина. Кто должен разбивать? Мужчина или женщина? Потому что женщина – это крестная мать данного корабля. Будучи чрезвычайно суеверными людьми, моряки по сей день стараются неукоснительно соблюдать эту традицию. Но мало кто знает, что когда на воду спускали «Титаник», бутылку попросту забыли разбить. Если не разбилась бутылка шампанского о корпус корабля, на этих кораблях получалась различная трагедия. Гибель людей, значит, какие-то пожары. Таких кораблей, как «Титаник», было построено три. Внешне они были абсолютно одинаковы, и каждого из них словно преследовал злой рок. «Титаник», «Олимпик», «Британик» – гордость английского гражданского флота. Про каждого из них говорили, что он непотопляем, но реальность оказалась совсем иной. Зачем называли корабль именем «Титаника»? Ведь «Титаны» – это люди, которые возомнили себя богами. Поэтому бог Зевс по древней легенде их наказал и, значит, отправил их в преисподнюю. Когда в 1912 году утонул «Титаник», общество Англии и Америки было шокировано. Проектировщики списали все на невероятное стечение обстоятельств, ведь еще никогда раньше в мирное время корабль не получал таких серьезных повреждений. Но когда затонул брат-близнец «Титаника» корабль «Британик», люди всерьез заговорили о проклятии, нависшем над кораблями из-за их дерзких имен. Говорится, как назовешь корабль, так он и поплывет. Поэтому я думаю, что никакой бы здравомыслящий моряк или капитан он бы не назвал «Титаником» свое судно. Согласно легенде, «Титаны» и «Гиганты» настолько вознеслись в своем самомнении и гордости, что бросили вызов богам-олимпийцам. В этой битве они были все низвергнуты в пучины Тартара. «Титаник» повторил их судьбу и ушел на дно Атлантики уже в первом плавании. Его близнец «Гигантик» оказался на дне океана тоже вскоре после спуска на воду. Причем он затонул в три раза быстрее. Всего за 40 минут. Младший брат, брат «Титаника» и «Гигантик», после гибели «Титаник» его переименовали в «Британик», в 1916 году погиб всего лишь на одной мине в Иудейском море. Вам доводилось слышать о кораблях-призраках? Брошенные командой они годами дрейфуют по просторам океана до тех пор, пока не будут обнаружены случайным судном. Каждый год в море отмечают корабли-призраки. На самом деле это не совсем призраки, это вполне реальные суда. Чей-нибудь экипаж высаживался на такое брошенное судно, и людей поражало то, что вроде бы ни пробоя, ни следов пожара, а ни одного человека нет, все исчезли, непонятно куда подевались. Наука до сих пор не может дать объяснение этим загадочным случаям. Одной из наиболее известных является таинственная история исчезновения людей с бригантиной Марии Селеста. Моряк и писатель Брайан Хиггс больше пяти лет исследовал обстоятельства этого необъяснимого случая. В книге мемуаров он пишет, что бригантина была построена по заказу восьми канадских торговцев. Один из них при первом осмотре корабля почему-то заявил, что он еще не видел посудины уродливее этой и предложил отказаться от ее покупки. С тех пор на бригантине стали происходить необъяснимые вещи. Очень по-доброму надо относиться к кораблю. Вот если вы относитесь к кораблю с любовью, он будет защищать. Аврора защитила своих во время боя. 5 часов 40 минут бой из 570 человек погибло 15. В первом же плавании корабль врезался в плотину. Погиб его капитан. Во время ремонта в доке начался пожар. Сгорело двое рабочих. Затем судно столкнулось с другим кораблем и снова жертвами стали моряки. Еще через несколько лет бригантина была выброшена на рифы у берегов Шотландии. Едва не погибла, но ее вновь вернули в строй. И напрасно. Ведь этот корабль словно возненавидел людей и стремился от них избавиться. Однажды ему это удалось. Последнее плавание Марии Селесты началось 5 ноября 1872 года. Судно отправилось из США в Италию, и на его борту было всего 9 человек. Спустя 4 недели его обнаружили дрейфующим в 600 милях от ближайшего берега, без людей на борту и каких-либо следов повреждений. Куда он исчез, этот экипаж, непонятно. Более того, иногда случаются эпизоды, когда нашедший корабль без экипажа, то есть совершенно пустой, груз на месте, личные вещи экипажа на месте, более того, на камбузе еще теплая каша. А где люди, непонятно. Так произошло и в этот раз. В каюте капитана остались нетронутыми шкатулка с драгоценностями и две пачки денег. Груз судна был в целости. Все трубки для курения, принадлежавшие матросам, остались на своих местах. Полугодовой запас продуктов и пресной воды также был не тронут. Больше того, когда пустующий корабль был обнаружен, по нему, как ни в чем не бывало, прогуливался кот одного из пассажиров. В американской печати случай получил небывалую известность. Было выдвинуто множество версий от нападения пиратов до гигантских кальмаров. Британское адмиралтейство провело обстоятельное расследование произошедшего. Но ему так и не удалось ничего узнать о судьбе экипажа. Эти суда носятся по морям и океанам. Неуправляемые, беспризорные. И они представляют серьезную опасность. Их так называют корабли-трампы или корабли-бродяги. И вот эти корабли, они существовали во все времена. Еще более удивительный случай произошел в середине 20 века с голландским теплоходом «Аранг-Медан». В феврале 1948 года у берегов Суматры несколько торговых кораблей неожиданно приняли странный сигнал бедствия. СОС. Теплоход «Аранг-Медан». Судно продолжает следовать своим курсам. Может быть, все члены нашего экипажа уже умерли. Дальше следовали бессвязные точки и тире, а в конце радиограммы ясно прозвучало «Я умираю». Все ближайшие суда срочно помчались на сигнал бедствия. Американский исследователь морских катастроф Эмер Трейбен пишет, что раньше всех прибыли английские моряки. То, что они увидели, заставило заледенеть кровь в их жилах. Вся команда «Аранг-Медан» была мертва. На лицах членов экипажа застыло выражение непередаваемого ужаса. Неожиданно в трюме теплохода вспыхнул пожар, и пришедшим на помощь морякам самим пришлось искать спасение. Через несколько минут корабль взорвался. Мощный взрыв разломил судно пополам, и «Аранг-Медан» затонул. Что произошло с кораблем? Что стало причиной смерти 27 опытных моряков? Кто послал сигнал бедствия и почему произошел взрыв? Все эти вопросы навсегда остались без ответа. Это москвичка Татьяна Тимонина. Она владеет небольшим бизнесом по продаже одежды и обуви для детей. Еще год назад она вела образ жизни, обычный для современной обитательницы мегаполиса. Но однажды ее жизнь резко изменилась. В интернете мы нашли книгу, скачали ее с сайта и прочитали. То, что мы прочитали в этой книге, было близко нам по мировоззрению. И мы начали искать выходы на других членов Раиленского движения в Москве. Мистическое учение об обретении вечной жизни, любви к себе и раскрепощении своего поведения показалось Татьяне очень привлекательным. Так она стала членом секты. Руководитель русских раэлитов Дмитрий Порублев пришел в организацию много лет назад. У него склонность к необычной интерпретации мира вокруг была с детства. До того, как я узнал о послании Лахимов, я жил обыкновенной жизнью, как и многие другие школьники. Параллельно, конечно, мне было интересно тоже, откуда мы на этой планете. Я ходил, Аумсин Рикё там посещал. Секта Аумсин Рикё, которую посещал Дмитрий, получила печальную известность, когда совершила теракт в японском метро в 1995 году. Зариновая атака привела к гибели 13 человек. Больше 5000 получили ранения и увечья. Сегодня Дмитрий возглавляет сектор элитов России. Всего за год его последовательница Татьяна Тимонина стала убежденной сторонницей учения. Она признаёт, что их движение встречает малопонимание в нашей стране. Наша задача – нести мир информацию о нашем рейлинском движении, доносить до людей эту информацию всеми возможными способами. Сегодня Татьяна верит сама и убеждает в этом других, что все растения, животные, человек и даже простейшие микробы были созданы на Земле инопланетной цивилизации элохимов, как в громадной лаборатории. «Они прилетели однажды, чтобы создать нас, и они вернутся, чтобы забрать на свою родную планету», – считает Татьяна. Я хотела бы, чтобы меня клонировали, и в принципе, как говорит Раэль, что раэляне, которые признали элохимов своими создателями, они будут клонированы после смерти на планете Бессмертной. Смотрите далее. Какое изобретение Николы Теслы перевозили на Титаники? Его работы могли быть использованы как оружие. Почему даже через сто лет место гибели Титаника, Британика и Олимпика проклято? Эти корабли озлоблены. Что общего у сектора элитов и нацистской Германии? Их символ – это свастика, вписанная в шестиконечную звезду. Документальный проект «Титаник. Секрет вечной жизни» – сразу после рекламы. Мало кто знает, что техническим проектом лайнера «Титаник» было предусмотрено только три паровых котла и, соответственно, три трубы для отвода дыма. Однако на корабле была установлена четвертая труба, которая играла фиктивную роль. Вы видите на своих экранах схему устройства «Титаника». Обратите внимание на то, как выглядит пространство под первыми тремя паровыми трубами. А вот пространство под четвертой трубой. Хорошо видно, что эта схема отличается от первых трех. У этой полости было свое особое назначение, о котором до сих пор мало кто знает. На «Титанике» функционировало только три трубы, и только три трубы требовалось для отведения дыма от котлов. А четвертая труба была для эстетики, после красоты. На ней даже свистки не работали. Но если четвертая паровая труба на самом деле была фальшивой, то для чего же было использовано огромное пространство под ней? Гигантское помещение высотой в пятиэтажный дом. Что могли в нем перевозить? Для ответа на этот вопрос необходимо вспомнить, что происходило в мире в начале 20 века. Единственная целью Британии было сохранить свои Британские империи любой ценой. А в Америке была единственная цель разрушить Британскую империю любой ценой. В эти самые годы в Америке над своими изобретениями трудился легендарный человек, чья личность до сих пор покрыта завесой тайны. Многие из его открытий опередили свое время на десятилетия. Он все свои изобретения продумывал почти что во сне. Безусловно, и по тем временам, и по нашим временам. Нестандартное достижение. Значит, он очень хотел обеспечить все человечество энергией. Теслу при жизни называли сумасшедшим за то, что он считал. Человек способен получать огромное количество энергии из воды и из воздуха. Биографы великого ученого утверждают, поиск дешевого и неисчерпаемого источника энергии завел Теслу в область ядерной физики, науки до него не существовавшей. Из личного дневника Николы Теслы. Придет время, когда мы сумеем создать машину, способную одним действием уничтожить одну или несколько армий. 21 октября 1908 года. Тесла связана множество всяких. Идея в том числе, метеорологическое оружие какое-то, литровагентное оружие, которое будет влиять на погоду. Рассекреченные архивы свидетельствуют, причиной гибели Титаника могло стать самое страшное изобретение Николы Теслы. Вам никогда не казалось, что вода живая? Моряки, напротив, в этом уверены. Наша планета, это все-таки больше планета океан, чем планета Земля. Вода обладает удивительными свойствами. Самая распространенная в мире жидкость, она повсюду вокруг нас. Но одна и та же вода способна как спасти жизнь человеку, так и убить его. Все зависит от того, с какими чувствами он к ней подходит. Океан – это гигантское разумное существо, которое обладает своей памятью, своим мышлением, своим характером, нравом. Опытные моряки и водолазы уверены, если у вас плохое настроение, к воде лучше не подходить, тем более не погружаться в нее. Если вы недавно злились или с кем-то ссорились, к воде опять же лучше не приближаться. Ольга Пельша – бывшая жена знаменитого шоумена Валдиса Пельша. Она – свободный дайвер и исследователь затонувших кораблей. За ее плечами не одна тысяча погружений на большие глубины и к останкам старых лайнеров и военных крейсеров. Затонувшие корабли – они тоже живые существа. Это просто жизнь после жизни. Каждый корабль имеет свою атмосферу, свою ауру. Очень заметно. Если на этом корабле трагически погибло много людей, иногда эти корабли озлоблены им. Они не любят людей. Современная наука считает, что вода и море имеют память, которая хранится многие сотни лет. То эмоциональное воздействие, которому вода могла подвергнуться в далеком прошлом, может изменить ее структуру настолько, что мы будем способны почувствовать эти эмоции годы спустя. Ведь мы тоже на 70% состоим из воды. Все эмоции, которые испытывают люди, когда гибнет корабль, то оно ведь запечатляет все это хорошо. Потом на дне оно поддерживает этот эгрегор страха. Ольга рассказывает, что первая встреча с затонувшим кораблем всегда бывает настолько яркой, словно это не безмолвная груда ржавеющего на морском дне железа, а живое существо. Он давно лежал, это военный корабль, строгий, и он уже привык к забвению. И вдруг появляются люди. И он сначала настороженно к ним относится, а потом открывается. Открывается, и он готов принимать. Исследователи «Титаника» утверждают, корабль до сих пор подает сигналы. Такое ощущение, что под ним кипит жизнь. Меня все время спрашивают, почему я строю «Титаник». А почему американцы прилетели на Луну? Почему Христофор Колумб открыл Америку? Этот видеоролик распространила пресс-служба Клайва Палмера. При помощи компьютерной графики и комбинированной съемки создатели ролика показали, какой именно будет точная копия лайнера. Мы можем вернуть к жизни воспоминания стольких людей, инженеров, художников, музыкантов, проектировщиков, моряков, мужчин, женщин и детей, которые плыли на «Титанике». Мистики всего мира уже заподозрили миллиардера в том, что он собирается осуществить путешествие во времени. И именно поэтому бьется над созданием столь дорогой и столь точной исторической реконструкции. Создав подобное, то, что было в прошлом, когда-то мы притянем это прошлое в настоящее, в том числе и души людей, умерших. Какой бы интересной ни выглядела эта гипотеза, реальность, побудившая миллиардера вложить огромные деньги в «Титаник-2», еще удивительнее. Интересно, что Клайв Палмер, по слухам, является одним из финансистов Мадридского клуба, который также называют клубом бывших президентов. Его членами являются 80 экс-президентов и 56 премьер-министров. Некоторые исследователи называют эту влиятельную организацию теневым мировым правительством и альтернативой стареющему Бильдербергскому клубу. Со времен существования Финикии ходят слухи о создании некоторой группы лиц, которые так или иначе контролируют мировую экономику. Эти группы действительно очень влиятельны. Совпадение или нет, но планы насчет мирового господства есть и у религиозного общества роэлитов, которых тоже поддерживает Палмер. Еще в 1977 году глава секты Клод Варийон выпустил книгу под названием «Генеократия». Это политический проект, который декларирует, что целью роэлитов является создание мирового правительства под руководством гениев. Власть может принадлежать только гением, которые составляют полпроцента от всего населения. Избирательное право предоставляется только умным, около 15% всех людей. В удостоверениях личности должен быть указан ваш интеллектуальный уровень, чтобы любой человек всегда мог понять, не с дураком ли он имеет дело. «Жизнь глупых людей продлеваться не должна». В целом напоминает идеи Гитлера и вызывает тот же вопрос. Как поделить общество на умных и глупых? Мы выступаем за вечную жизнь, лишь в том случае, если это жизнь здорового, счастливого человека, потому что вечное горнило страдания, оно будет совсем некрасиво. Это уродливый вид. То есть мы против того, чтобы человек страдал вечно. Вот так завуалировано Дмитрий Порублев сообщает нашей съемочной группе, что вечная жизнь будет доступна далеко не всем, а только избранным. За подобные взгляды Клод Варион неоднократно подвергался серьезным нападкам. Критики вспоминали нацистскую Германию с ее идеологией разделения людей на представителей арийской нации и унтерменшей, то есть недочеловеков. Нацисты пришли к выводу, что для улучшения генофонда человечества необходима принудительная стерилизация всех, по их мнению, неполноценных. Евреев, цыган, коммунистов, гомосексуалистов. Затем было принято решение об их физическом уничтожении. Их символ – это свастика, вписанная в шестиконечную звезду. Это невероятно, но именно так выглядит символ, который раэлиты носят на шее, как знак своей принадлежности к обществу. Нетрудно разглядеть в нем свастику. Все же с удивлением приходится констатировать, что сейчас больше заботятся об умственно отсталых или инвалидах, чем о сверходаренных людях, для которых существующая система образования – вещь не самая подходящая. Клод Варион. Генеократия. Так зачем же на самом деле раэлиты хотели клонировать Адольфа Гитлера, получив у России его генетические образцы? Не потому ли, что искренне верили, он сможет поделиться знаниями об улучшении человеческой расы? Смотрите далее. Первая агентесса 007 на службе империи. Каким было ее тайное задание? Густо считает, что там было два взрыва. Что такое проект 2016 и чем он грозит человечеству? Он может устроить массовое самоубийство. Этот гений в области физики за свою жизнь сделал больше тысячи различных открытий. Он получил сотни патентов на свои изобретения и всегда интересовался исследованиями, которые намного опередили свое время. Опубликованы были все основные патенты. Их там было больше пяти часов. И хотя это все известно, и все схемы даны, и все рисунки даны, и все такое, никто и нигде и никогда не смог реализовать ни одной из этих схем. Потому что для того, чтобы можно было что-то сделать, надо понимать ее исходные физические принципы. Этот удивительный человек, идя по улице, мог вдруг сделать сальто. Гуляя по парку, он часто читал наизусть Фауста Гёта. И в эти моменты его осеняли блестящие технические идеи. Уникальные вещи. Дело в том, что Тесла предсказывал и даже проводил опыты создания столь мощного магнитного поля, что оно экранировало время и давало возможность телепортации. Поведение ученого было более чем странным. Например, он панически боялся микробов, постоянно мыл руки и в отелях требовал до 20 полотенец в день. Если во время обеда на стол садилась муха, заставлял официанта принести новый заказ. А в отеле поселялся только в том случае, если номер его апартаментов был кратен числу 3. Друзья Николы Теслы с терпением относились к этим странностям изобретателя. Его авторитет был неоспорим. Однажды, провожая знакомых после встречи, он уговорил их не садиться в подходивший поезд, сказав, что эта поездка закончится трагически. Тем самым он действительно спас им жизнь. Поезд сошел с рельсов, и многие из пассажиров погибли или получили увечья. Тесла имел дар предвинения. Это относится как пророчица, так же к тому ясноведению, которое есть практически у тех людей, которые занимаются наукой. Когда о таланте изобретателя из Европы узнал миллиардер Джон Морган, он заключил с Теслой контракт, по которому тот получал щедрое финансирование своих работ, но взамен отдавал все патенты Моргану. Многие из них могли представлять очень большой интерес для промышленника и его могущественных покровителей из правительства США. Морган вот ему помог, он был очень сильным выручем. Ну, а так-то и переглядывал, чтобы, значит, Тесла соблюдал все-таки интересы. Никола, когда ты сможешь создать оружие, о котором рассказывал? А когда я получу уран, который ты мне обещал Джону? Его добыча уже почти завершена. Осталось только доставить его в порт и погрузить на Титаник. Значит, в Нью-Йорке он будет не раньше, чем через полгода. Из четырех тонн урановой руды я смогу за год создать две бомбы. То есть это 1914 год. А как мы доставим их в Лондон? Точно так же? На корабле? Взрыв первой бомбы должен будет уничтожить все в этом радиусе. Второй? В этом. Неужели этот уран действительно так опасен? Он не просто опасен. Всего несколько килограммов чистого урана смогут уничтожить целый город или мощную армию. Хорошо. Если наш план удастся, то сразу после уничтожения Лондона США выступят на стороне Германии против Франции и России. Все это оружие обеспечит нам победу. В первом рейсе Титаника собирались принять участие главный финансист постройки лайнера Джон Пирпонт Морган и лорд Перри, президент судоверфи Харланд Энд Вольф, на которой строился Титаник. Я попала на предпоследнюю шлюпку. И как раз вот я зашла и уже за мной закрылась эта дверь. Даже дверь, шлюпку не принимали больше пассажиров. И те, кто там еще остались, они начали толкаться, хотели тоже попасть на эту шлюпку. Поэтому на борту так и осталось много пассажиров. Альфия Петухова смогла спастись с лайнера на одну из последних шлюпок. Но Александру и Анжеле Хороших такая удача не улыбнулась. Они были вынуждены всеми силами цепляться за борт судна, когда оно уже почти полностью легло на правый борт. И я в это море улетел совсем. Уже вдоль корабля и вниз. Она это все видела. Я услышал, как она крикнула, Саша. Упав в воду с 30-ти метровой высоты, Александр получил серьезные травмы. Мог двигать лишь правой рукой. Левая рука и ноги отнялись. Ему должен был помочь остаться на плаву спасательный жилет, который он надел еще на корабле. Но его сорвало при ударе о воду, и казалось, что конец уже близок. Ладно, погребую еще, думаю, минуту-две, да больше уже у меня сил нет, надо кончать с этим делом. И в это время вот меня рыбак подобрал. Потом, уже через несколько месяцев мы встречались, он спас по их подсчетам около 200 человек. И они встречаются как раз около отеля. И мы стоим вот так кружочком, они плачут, мы кружочком все плачем. Вот эта вот картинка, как они встретились, это было такое счастье. Когда произошло крушение Титаника, те, кому удалось его пережить долгие годы, не могли забыть страшное зрелище гибели сотен людей на их глазах. Некоторые сходили с ума. Многие терзались чувством вины за то, что им досталось место в шлюпке, а кому-то нет. Сегодня выжившие в катастрофе Коста Конкордии пытаются справиться с похожими чувствами. Просто нас, чудо или бог не знаю, поднес к этой скале. На самом деле, Титаник бы показался мелкими брызгами, если бы вот этот ветер не поднес нас к этой скале. Смотрите в заключительной серии. Что случится в 2016 году, когда на воду спустят Титаник-2? Это решающее послание, оно должно помочь нам спасти себя. Сенсационные исследования подводников, обнаруживших под Титаником разумную жизнь. Люди не могут дышать и под водой. Скандальная гипотеза. На дне Атлантики лежит не корабль. Океан населен не нами. Правда о Великой Атлантиде. Подводная цивилизация Земли, кроме развития ее, весьма высок. И чем закончится великая любовная авантюра Клайва Палмера? Титаник я тоже строю во имя любви. Смотрите в заключительной серии уникального проекта канала РАН-ТВ «Титаник. Секрет вечной жизни». 14 апреля 1962 года американский эсминец серии Гиринг патрулировал воды Северной Атлантики. Неожиданно гидроакустик корабля стал принимать неизвестные сигналы из глубины. Радист-эсминца Райан Кишнер сквозь помехи различил призыв прийти на помощь к тонущему пассажирскому лайнеру. Он отчетливо слышал название корабля. «Титаник». Иногда он с тобой разговаривает. Он разговаривает с подводной лодки. Это место гибели «Титаника». Атлантический океан. 41 градус северной широты, 49 градусов западной долготы. Моряки знают. Вот уже 50 лет здесь наблюдается аномалия. Все корабли и подводные лодки, проходящие мимо, принимают необъяснимые сигналы. Такая мистическая ситуация. Интересно, что «Титаник» уже давно можно поднять на поверхность, но никто почему-то этого не делает. Ученые предложили больше 10 разных проектов подъема «Титаника». Гигантские шары с воздухом, мощнейшие магниты, стальные тросы под корпус судна и его подъем по частям. В трюмах корабля лежит золото и драгоценностей на полмиллиарда долларов, но они словно никого не интересуют. Хотя есть слухи, например, что он перевозил английский золотой запас. Не потому ли не поднимают «Титаник», что так проще скрывать правду о том, что произошло с судном 100 лет назад и что сейчас находится на месте его гибели? Ветеран войны, моряк-подводник Давид Дугман до сих пор опасается рассказывать о том, кого он обнаружил во время одного из глубоководных погружений. Я вижу подводный грот, черный, страшный, с белыми проживками. И мы их обязательно должны взять. Смотрите в заключительной серии проекта «Титаник. Секрет вечной жизни». Сенсационное заявление подводников. Пассажиры затонувшего лайнера выжили и основали подводную колонию. Лодки стали возвращаться оттуда, покрытые каким-то белым налетом. Подводная цивилизация, которая находится на высочайшем уровне развития. Движиваются они с ужасающей скоростью, очень разумно. Что делать, чтобы не погибнуть при крушении корабля? Ребята, забор, и отплыть подальше, чтобы не затянуло в ворону. И эксклюзивное интервью австралийского миллиардера, строящего «Титаник-2». Я хочу объединить людей вокруг того, что важно для каждого из нас – любви и семьи. Самый дерзкий проект тысячелетия в документальном сериале «Титаник. Секрет вечной жизни». Исчезнувшие цивилизации и самопровозглашённые государства. Утерянные знания и технологии будущего. Политические интриги и необъявленные войны. Мир вокруг нас в тысячи раз интереснее, чем сериал, телеигра или ток-шоу. Смотрите документальное расследование РАН-ТВ. То, что по-настоящему интересно. Каждую пятницу с 12 августа только премьеры. Ровно в 20.00. «Титаник. Секрет вечной жизни». Позывные избязаны. Третья серия. Вы хотели бы, чтобы ваша страна в следующем десятилетии получила 935 миллиардов долларов дополнительного дохода? Хотели бы вы, чтобы ваша родина получила престиж сослужить великую службу человечеству? Всё, что мы просим, это чтобы вы дали права на собственность на небольшой участок земли, около 4 квадратных километров, для строительства миролюбивого посольства. Именно такой запрос поступил в правительство нашей страны в сентябре 2011 года. Казалось бы, в бюджете России дополнительный триллион долларов будет не лишним. Проблема только в том, для каких целей строится это посольство. Письмо с просьбой выделить нам 4 квадратных километра под строительство этого посольства, в которое они прибудут для того, чтобы начать официальный контакт с представителями нашей планеты. Вы удивитесь, но глава российской сектора элитов Дмитрий Порублёв на полном серьёзе говорит о необходимости выделения территории для встречи с представителями внеземных цивилизаций. Люди, которые формально выступают за самые передовые научные разработки и достижения человеком бессмертия, считают, что нужно строить посольство для встречи с инопланетянами, которое планируется на 2016 год. Точно такие же письма ранее получили правительство ещё 70 государств мира. Идея его в том, что Земля должна готовиться к пришествию инопланетян, которая полностью переменит всю жизнь на этой планете. Нет ни малейших сомнений, что сразу после получения в собственность участка Земли раэлиты сделают эту территорию закрытой. Последователи Клодова района требуют, чтобы их освободили от любого контроля со стороны федеральных властей. Фактически эта территория является их страной. То есть она не должна быть под надзором военных, ни полиции, там никого не должно быть, кроме тех, кого сами элохимы пригласят. Напомним, что словом элохимы раэлиты называют инопланетян. Так выглядит компьютерная проекция будущего посольства. Одноэтажное здание 132 метров в длину с двумя входами с северной и южной стороны. На крыше резиденции терраса, на которой может приземлиться летательный аппарат 12 метров в диаметре. На самом деле принимающая сторона получат большие привилегии. То есть это будет международным центром религиозности, туризма. Интересен тот факт, что 11 августа 1990 года близ местечка Чизфудхэт на юге Англии были замечены круги на полях, в точности повторяющие форму предложенного посольства. Вскоре наблюдались несколько других кругов с похожими формами. Круги на полях появляются не только в Великобритании, и в России, и на Казахстане, Киркизе и так дальше. Не только на полях, но и на снегу, на льду, на реках появляются эти круги. Там информация зашифрована весьма ценная. Ни наша страна, ни еще 70 государств, получивших подобные запросы, не согласились выделять земли под строительство подобного объекта. 31 января 2013 года российское правительство ответило на этот запрос официальным отказом. По странному стечению обстоятельств, через неделю после этого, миллиардер Клайв Палмер заявил об ускорении темпов строительства «Титаника-2». На вопрос журналистов, чем это вызвано, он ответил, что было решено внести небольшие изменения в верхнюю палубу корабля. Это один из первых советских глубоководных аппаратов «Мир». Он предназначался для погружения в океан на глубину в несколько тысяч метров. Вот что с ним произошло в ходе испытаний, когда инженеры увеличили давление на корпус до 480 килограммов на один квадратный сантиметр. Прочную конструкцию аппарата просто разорвало на части. Она так зацепилась, что она не разнимается. Но вот пошевелить ее можно. Она стоит как памятник. А это останки легендарного лайнера «Титаник». Сейчас он покоится на дне Атлантики на глубине 3800 метров. Вот уже сто лет корпус корабля подвергается почти такому же давлению, которое в долю секунды разорвало советский глубоководный аппарат. Полтонны на один квадратный сантиметр. Владимир Костыков работает заместителем начальника отделения прочности в Крыловском государственном научном центре. Он рассказывает, как создаются уникальные аппараты, которые позволяют опускаться на дно океана. Сейчас мы находимся у камер, которые самые крупные в мире. В этих камерах создается давление, значительно превышающее глубину Марианской впадени. Именно здесь, в научном центре имени академика Крылова, были испытаны знаменитые глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2». Это и их в 97-м году увидели зрители всего мира в киношедевре Джеймса Кэмерона «Титаник». 13 метров, вы должны его видеть. Но даже эта аппаратура не дает ответа на вопрос, которым сегодня все чаще задаются исследователи. Все интересуются тем, что находится на «Титанике». Но мало кто интересуется тем, что находится под ним. Известно ли вам, что существует твердая закономерность? Крупные кораблекрушения происходят ровно раз в сто лет. 1512 год. Флагман португальской эскадры «Флёрда Ламар» под командованием адмирала Альфонса Альбукерке отплыл из города Малака, который сегодня является частью Индонезии. На его борту находились несметные сокровища султанов, а также богатства, награбленные Испанией в Индии и Сиаме. Практически сразу же после отплытия мощный корабль попал в сильнейший шторм, налетел на риф и затонул. Если мы смотрим весь исторический процесс, то получается, что каждые сто лет в начале века гибнет какой-то корабль. В 1612-м, после трёх дней безуспешной борьбы со штормом, погиб корабль «Си Венче». Капитану удалось выбросить погибающее судно на берег, и все 150 человек, плывших на корабле, спаслись. Но острова, на которые их забросила судьба, оказались необитаемыми. Постепенно пассажиры и матросы стали загадочным образом исчезать. Небольшое судно, построенное поселенцами, также исчезло со всеми людьми. К моменту своего спасения спустя год только 30 человек оставались в живых. Эти острова сегодня называются Бермудскими. В 1712-м году погибло судно «Зюйтадорп». В 1812-м – «Дифенс». В 1912-м – «Титаник». Во время каждого из крушений было много человеческих жертв. Все эти корабли перевозили значительное количество золота, серебра и других сокровищ, из которых была найдена лишь малая часть. Но какая сила утягивала их на морское дно каждые 100 лет, и куда бесследно исчезали богатства? Дело в том, что есть цикличность определенная, они будут продолжаться, их никто не отменял. Эти циклы как бы тоже запрограммированы. В 2012-м году этот печальный список пополнил лайнер «Коста-Конкордия». Целовались, мы прощались. Потому что было ощущение, что вот, ну вот, вот все. И наши дети, они меня спрашивали, пока мы вот так вот спускались, они меня спрашивали. Мы погибнем? Мы умрем? Гибель фрегата «Си Венча» в 1612-м году начала отсчет необъяснимым исчезновением и катастрофам, произошедшим в Бермудском треугольнике. Только за последние сто лет в этом районе Атлантического океана исчезло больше двухсот кораблей и самолетов. Там погибло очень много кораблей. Американцы там потеряли несколько самолетов. Обнаруживали, например, судно. Пустой был корабль. То есть куда делись люди, не знаю. Ну и таких случаев очень много. За долгие годы исследований треугольника было выдвинуто множество версий о причинах таинственных происшествий. Выбросы метана из морских глубин, гигантские волны убийцы, перемещение кораблей во времени и пространстве и даже похищение инопланетянами. Ни одна из этих версий так и не получила своего подтверждения, но и не была опровергнута. Уже насчитали несколько, несколько бермудских треугольников в океане. Есть такие районы, где чаще всего пропадают корабли. По самым разным причинам. Мы знаем только один бермудский треугольник, потому что он на слуху, что называется. Профессиональные мореходы прекрасно знают, какие районы лучше не заходить, какие течения избегать. Смотрите далее. Эксклюзивное интервью миллиардера, строящего «Титаник-2». Важно не то, как вы строите корабль. Важно то, ради чего вы это делаете. Кто подает позывные из бездны, поглотивший «Титаник»? Мы их не видим, только регистрируется звук. Существовала ли на самом деле легендарная Атлантида? Те, которые жили в Атлантиде, они были очень похожи на «Титана». Как спастись с тонущего корабля? Прежде чем пароход идет в воду, он всегда три раза вздохнет, как человек. И что нужно знать о море каждому, кто хочет остаться в живых? В уникальном проекте РЕН-ТВ «Титаник» — секрет вечной жизни. Мы собираемся построить его так, чтобы он действительно стал непотопляемым. Это будет современный корабль, на котором будет все, чтобы этого не произошло. Австралийский миллиардер Клайв Палмер, который прямо сейчас строит на китайских верфях точную копию «Титаника», как будто нарочно пренебрегает всеми морскими приметами. Называет корабль проклятым именем, уже не раз губившим суда, и словно бросает вызов морской стихии, заявляя, что этот корабль не потопляет. Я не очень понимаю, потому что судьбу два раза не испытывают. Вообще моряки, они очень своеверны. Если случилось один раз, случится второй раз. Однако даже на этом Палмер не заканчивает игры с судьбой. Судоходная компания, которая строила первый «Титаник», называлась «Уайт Старлайн», белая звездная линия. Австралийский миллиардер для эксплуатации «Титаника-2» создал компанию «Блю Старлайн». Белый цвет означает добро, мир, счастье, а голубой цвет означает соединение с Творцом, олицетворяет небо. Во многих культурах голубой цвет является символом вечной жизни и бессмертия. Джон Пирпонт Морган, владелец компании «Уайт Старлайн», должен был отправиться в плавание на «Титанике», которое он сам же и построил, но в последний момент передумал. Этот невероятно богатый банкир и промышленник умер спустя ровно 350 дней после гибели лайнера. Известно, что он долго и тяжело болел, но ни за какие деньги не мог найти способ продлить свою жизнь. «Мы закончим наше путешествие. Мы доплывем до Нью-Йорка на корабле, который я спроектировал, о котором я столько мечтал. «Титаник» отражает дух всего человечества, дух любви, надежду, что каждый человек обретет мир и покой уже в наши дни». Австралийский миллиардер Клайв Палмер – очень закрытый человек. Общение с прессой он не любит, но вынужден иногда это делать ради бизнеса. Но эти редкие случаи всегда проходят в виде пресс-конференций, когда ситуацию полностью контролирует сам бизнесмен. Однако специально для проекта «Титаник. Секрет вечной жизни» миллиардер Клайв Палмер сделал исключение и согласился приоткрыть завесу тайны над тем, зачем он строит копию лайнера-неудачника. На «Титанике-2» не будет электронной почты, не будет Твиттера или Фейсбука. Все они будут забыты. Клайв Палмер, как никто другой, знает, насколько важно ценить жизнь и простые радости, из которых она состоит. Ведь пока он зарабатывал свои миллиарды, рядом с ним незаметно умирала его любимая жена, а он оказался не способен увидеть это. «Я хочу объединить людей вокруг того, что важно для каждого из нас – любви и семьи. Это вещи, которыми мы пренебрегаем в быстро меняющемся мире. Шаг за шагом, день за днём на «Титанике-2» мы будем объединять людей вокруг этих ценностей». Эти, казалось бы, скучные слова приобретают совсем иное звучание из уст человека, так и не пережившего до конца горечь утраты. Важно не то, как вы строите корабль. Важно то, ради чего вы это делаете. Так ради чего же на самом деле миллиардер из Австралии строит «Титаник-2»? Только ли для того, чтобы указать нам на вечные ценности, или он все семь лет неуклонно идёт к своей личной цели – тайне, о которой не знает почти никто? В 2002 году было объявлено, что мы успешно смогли клонировать девочку Еву. Но, к сожалению, мы не смогли показать результаты, потому что общество было резко против. Лидер религиозной сектора элитов в России Дмитрий Порублёв считает, что однажды мир обязательно осознает необходимость клонирования человека. Тогда-то и будет открыт секрет вечной жизни. Сейчас подобные работы запрещены во всех развитых странах мира, в том числе и в России. Однако национальные законы действуют только в пределах государственных границ. На международном уровне запрета на клонирование человека не существует. Это означает, что никто не мешает раэлитам или тем, кто их поддерживает, построить корабль-лабораторию, выйти в международные воды и там приступить к работам, которые везде считаются запрещенными. Журналист газеты «The Sun» Ричард Мехнер выяснил, что в 2008 году Клайв Палмер провел свою единственную встречу с основателем сектора элитов Клодом Варионом, убежденным сторонником клонирования. А через несколько недель миллиардер объявил о планах строительства «Титаника-2». А помнишь нашу самую первую сделку с китайцами на 50 миллионов долларов? Еще бы! Середина 80-х, на кону все наши деньги, а в Китае начинаются студенческие волнения. Тысячи убитых. Пекин на военном положении. Международные санкции. И мы со своим контрактом. Все висело на волоске. Славные были времена. Опасные, рискованные. Здравствуйте. Дорогая, это Джефф Смит. Ты помнишь, мы с ним вместе начинали строить нашу угольную компанию? Ты не могла бы принести нам две чашки чая, Сью? Хорошо. Неужели она узнала тебя? Вы помните знаменитые кадры, когда помощник капитана после столкновения «Титаника» с айсбергом задраивает все водонепроницаемые переборки? Сначала 20 века и по сегодняшний день эта система была и остается одним из основных средств спасения поврежденного корабля. Российский ледокол «Карасин», как и «Титаник», был построен в Англии только чуть позже, в 1916 году. Он почти ровесник «Титаника», и при его строительстве инженеры использовали точно такую же систему сохранения плавучести корабля, как и на легендарном лайнере. Судно должно иметь водонепроницаемые переборки, отсеки, для того, чтобы сберечь его при повреждении корпуса. Когда корабль получает пробоину, весь его экипаж начинает борьбу за спасение судна. Иногда она длится несколько дней, прежде чем капитан отдает команду покинуть лайнер. Вы за жизнь парохода боретесь, потом чувствуете, что у вас уже, так сказать, критическая ситуация, вы оставляете аварийную партию, там себе там пять человек, плотик, остальных сажаете в шлюпки, они уходят от борта, и вы боретесь до конца. Капитан ледокола «Карасин» рассказывает, что есть признаки, которые позволяют экипажу ясно понять, что корабль доживает свои последние минуты, а матросам пора спасать уже собственные жизни. Когда он начинает под вами дышать, потому что прежде чем пароход уйдет в воду, он всегда три раза вздохнет, как человек. Раз, два, а потом длинный выдох такой, из всех открытых отверстий выходит воздух. И вот тут вы должны себе сказать, что у вас ничего не получилось, и вам только остается отдать команду. Ребята, за борт! На подводных лодках борьба за жизнь идет гораздо труднее, чем на кораблях. Броситься в шлюпку или за борт экипаж не может. Капитан 2-го ранга Александр Покровский рассказывает, как борются за спасение команды подводных лодок. Если пожар, то обычно закрывается, герметизируется отсек, а все, кто остались в отсеке, они борются сами. Все люди, заключенные в отсеке, они вот так, как в отсеке, отстаются. Капитан дальнего плавания Борис Пресняков говорит, если вы потерпели кораблекрушение, какой бы ужасной ни казалась ситуация, главное не сдаваться до самого конца. Даже если вы остались в одиночку в открытом море среди мертвых тел и обломков судна. Поднимут всех на уши, и все будут бегать и смотреть, значит, каждому определять свой сектор, и все будут наблюдать за поверхностью моря для того, чтобы тебя найти. Вот у кого надежда это не умирает, тех всегда спасает. Известно ли вам, что Титаник затонул именно в том месте, где, по мнению многих современных исследователей, существовала Атлантида? По мнению ученых, это был достаточно крупный континент, вытянутый с севера на юг. Своим размером он примерно в три раза больше всей Европы и расположен между Северной Америкой и Евразией. Это была цивилизация. По нашим расчетам, численность населения была порядка от 6 до 8 миллионов. Метрополия – это был огромный остров в середине Атлантического океана. Про мистический остров государства Атлантиду слышал каждый из нас. Но мало кто знает, что на самом деле представляла собой легендарная страна. Первые свидетельства о ее существовании дошли до нас благодаря описаниям древнегреческого философа Платона. Большинство ученых сейчас считают, что Атлантида – это огромный остров в центре Атлантики. Отсюда и название океана. Средний рост ее жителей достигал трех метров, а между пальцами ног были перепонки, позволяющие им быстро плавать. Эта цивилизация на многие сотни и даже тысячи лет опережала другие. Ей был известен секрет мгновенного перемещения в пространстве на тысячи километров. Они могли жить под водой и лечить такие болезни, которые даже сегодня считаются неизлечимыми. Писатель Владимир Шемшук утверждает. На дне океана находят немало уникальных свидетельств об Атлантиде. Но у океанологов их изымают спецслужбы. Погибшая цивилизация оставила очень много нам технологий, которые тоже сегодня все изъяты. Производства были тоже ведь не на станках, а голосом. Это всего лишь версия, но многие факты указывают на то, что она верна. Атланты действительно существовали. В те времена, когда наши предки еще воевали друг с другом при помощи топоров и луков, атланты уже добились такого уровня технологий, на который мы выходим только сегодня. Могущественные существа, которых древние греки в своих легендах называют титанами, вполне возможно и были жителями Атлантиды. Атланты, Прометей, это родные братья. Те, которые жили в Атлантиде, они были очень похожи на титанов, но были очень добрые. Некоторые исследователи убеждены, именно атланты дали людям первые знания о земледелии, обработке железа, представления о законе и простейшие технологии, которые должны были служить на пользу людям. Позже эта передача знаний превратилась в знаменитую легенду о Прометее, который украл с Олимпа огонь, чтобы поделиться им с людьми. Эта концепция Атлантиды, если бы даже ее не было, пришлось бы выдумать, чтобы хоть как-то объяснить переход людей от первобытного общинного строя по старой формулировке к более-менее такому цивилизованному, урбанистическому, что ли, то есть строительству городов. Но если атланты находились на таком высоком уровне цивилизации, то почему они погибли 9 тысяч лет назад? Вы видите, как в Государственном научном центре имени академика Крылова в Санкт-Петербурге идет изготовление модели корпуса будущего корабля. Это неотъемлемый этап строительства судна, если заказчик хочет, чтобы оно служило долго и без нареканий. Сначала он определяет его желаемые технические качества. Затем проектировщик готовит чертеж, изготавливается точный макет корабля, который отправляется на испытания. По некоторым данным, Титаник-2 эти испытания не проходил. Изготавливается деревянный каркас, обклеивается пенопластом, и с помощью вот этой пятикоординатного фрезерного станка модель фрезеруется, значит, для заданной формы. Австралийский миллиардер Клайв Палмер заявил, что Титаник-2 отправится в плавание ровно тем же самым маршрутом, которым шел его предшественник. Это значит, что ему, как и первому Титанику, придется столкнуться на своем пути с дрейфующими льдами и, возможно, даже айсбергами. Сегодня все корабли, которым предстоит ходить в ледовитых морях, в обязательном порядке имеют усиление корпуса. Вы видите, как специалисты НИИ имени Крылова рассматривают разные варианты изготовления носовой части судна, которые будут эксплуатировать в Северной Атлантике. Такая тщательная работа проводится для того, чтобы столкновение со льдами или даже айсбергом не имело губительных для корабля последствий. Но для «Титаника-2» они также не проводились. После того, как модель корабля изготовлена, она проходит испытания в уникальном бассейне Крыловского научного института. Самый длинный бассейн в мире. Его длина 1324 метра. Каждый день на скорости до 70 километров в час здесь проносятся модели судов самого разного назначения. Технологии строительства современных кораблей оттачивались на протяжении всего 20 века. Компьютерное моделирование и уникальные технологии позволяют создавать максимально безопасные суда. Но при строительстве «Титаника-2» ими словно намеренно пренебрегают, делая конструкцию лайнера заведомо уязвимой для океана. Зачем это нужно Клайву Палмеру? Смотрите далее. Это сенсационное интервью подводников об океанских глубинных аномалиях, которые они видели своими глазами. То есть это было совершенно вот такой какой-то НЛО. Необъяснимые явления, которые несут гибель подводным лодкам. Он может появиться в одном донаме справа, потом слева, потом сверху. Сразу после рекламы на телеканале РАН-ТВ. Вы знаете, откуда пошла традиция называть яхту женским именем? С древних времен при спуске корабля на воду владельцы судна приносили в жертву богам самую молодую и прекрасную рабыню. Ее подкладывали под киль судна. Кровь рабыни обогряла корму и считалось, что в этот момент ее душа переходит к кораблю. А тело служит жертвой богу морей и океанов Нептуну. Не случайно древние греки изображали его в виде дневливого бога Нептуна, которого надо задабривать, надо служить ему. Сегодня никто даже не знает, что многочисленные Марии, Изабеллы, Наталии, Магдалины и Софии это имена принесенных в жертву юных дев. Мир моряков прошлого был предельно жесток, а каждое плавание грозило матросам смертельной опасностью. Отсюда пошло множество суеверий, дошедших и до наших дней. Ну, женщины не любят на корабле, потому что корабль, он вообще-то дама по английской квалификации, а может приревновать. Для женщины-свиней доступ на корабли его величества запрещен. Если же они будут обнаружены на корабле, следует незамедлительно выбросить он их за борт, гласил закон, принятый в Дании в 1562 году. Дев на борт не бери. Мы моряки говорили, это еще даже в 17 веке. В 18 веке в русском фоне старались женщин ни под каким видом на корабль не брать. Суеверии и предрассудки удивительно живучи. Даже в век технического прогресса и индустриальной революции они владели умами многих людей. Из дневника корабельного грузчика лайнера «Титаник» Томаса Дилана. Среди экипажа корабля ходят слухи, что на борту находится рыжая дева. Каждый моряк знает, что у рыжих женщин дурной глаз. О чем только думают эти богачи. Она точно накличет на нас беду. 12 апреля 1912 года. В старину женщины и сами не горели желанием ступать на палубу корабля. Ведь если их все же брали на борт, то им грозила наибольшая опасность. Если начинался шторм, моряки считали, единственный способ предотвратить крушение – подарить волнам красивую пассажирку. И тогда бог морей Нептун может и смилуется. Матрос Фредерик Флитт стоять. Да, лейтенант Питтман. Почему ты так поздно увидел айсберг? Но мне кажется, это был не айсберг, сэр. А что еще, по-твоему, это могло быть? Что-то с неба провело лучом по правому борту Титаника. Хватит нести чушь. Из-за тебя теперь корабль пойдет ко дну. Но может быть, что-то еще можно сделать? Можно. Вот ключи. Возьми своего напарника, спустись в третий класс и заприте все двери и решетки наверх. Но там же сотни людей. Молчать, матрос. Ты уже обрек всех нас на верную гибель, когда не справился со своей работой. Но этим людям тоже нужно дать возможность спастись. Шлюпок на корабле хватит только для половины людей на борту. Мы будем сажать пассажиров первого и второго класса. А как же третий? В третьем едут такие же бездельники, как и ты. Кто-то все равно погибнет. И пусть лучше это будут они, чем достойные люди из общества. Бегом, выполняй приказ, матрос. Есть! Известно ли вам, как были обнаружены останки «Титаника»? Это была одна из самых секретных операций за всю историю военно-морских сил США. Обломки лайнера удалось найти только спустя 73 года после его крушения. О сенсационной находке 1 сентября 1985 года объявил командир подразделения ВМС США Роберт Беллард. В начале 80-х Беллард был известен как опытный океанолог. Он многие годы погружался на дно морей и океанов в научных целях. Как вдруг неожиданно, был призван в военно-морской флот США для поиска останков лайнера «Титаник». Мало кто знает, но это была совершенно секретная миссия. И поиски «Титаника» были для нее всего лишь прикрытием. В 60-е годы прошлого века в том же районе, где погиб лайнер, затонули две новейшие американские атомные подводные лодки с ядерным вооружением на борту. Мы от наших уже американских коллег получили эти фотографии лодки, лежащие на дне. Она, когда упала на дно, она тогда раскололась на две части. По морским законам, любое погибшее судно, корабль считается братским захоронением и запрещается нарушать его покоя. Но выяснение причин таинственной гибели двух мощнейших подлодок было для командования ВМС США важнее покоя погибших моряков. Для этого Беллард и был призван во флот. Для отвода глаз журналистам заявили, что он отправляется искать обломки «Титаника», заведомо зная, что он их не найдет. Еще ни один человек до Белларда не опускался на глубину 4000 метров под водой. Глубокой ночью 1 сентября 1985 года команда экспедиции заметила на экране эхолокатора неровности на гладком океанском дне. Его словно подвергли ковровой бомбардировке. Когда Беллард лично опустился в батискафе на дно, ему предстала невероятная картина. Оно было усеяно тысячами обломков легендарного лайнера. Словно зловещая гора, над ними возвышалась черная паровая труба корабля. «Титаник» был найден. Когда вот все это видишь, а потом уже погружаешься на глубину 3800 метров, и выходишь к «Титанику», и видишь это огромное ржавое тело. Ну, в общем, это впечатляет. Беллард сразу заявил, что начинает работы по подъему корабля на поверхность. Журналисты всего мира несколько дней говорили лишь об этой сенсационной новости. Но неожиданно, уже после третьего погружения было объявлено, что никакого подъема не будет, а место гибели лайнера следует объявить закрытым для любых посещений и исследований. Вскоре появилась информация, что возле останков корабля было зафиксировано появление объекта неизвестного происхождения. «Считается, что это кроме нас на планете еще кто-то есть. Мы их не видим, мы их только регистрируем. Только регистрируется звук». Капитан второго ранга Александр Покропский говорит, что знает, почему место обнаружения «Титаника» решили закрыть от посторонних. Он прослужил во флоте больше 30 лет. Во время дальних походов на атомных подводных лодках он лично был свидетелем появления неизвестных объектов на больших глубинах. Нередко они при этом издавали загадочные сигналы. Порой их частота и характер менялись так, словно они общались друг с другом. «Сначала думали, что это американцы. Нас отслеживают американцы, думали, что это мы их отслеживаем. Потом все поняли, что это невозможно сделать, потому что на глубине 100 метров, 200 метров, вдруг мимо тебя проносится что-то с невероятной скоростью. Он может появиться в одно мгновение справа, потом слева, потом сверху, потом сбоку. Он вокруг тебя вот так вот ходит. Сначала пугались, потом перестали пугаться». Это прославленный ветеран Великой Отечественной войны, контр-адмирал в отставке Юрий Бекетов. В советские годы он командовал ракетным крейсером стратегического назначения Ка-19. Именно его сыграл Харрисон Форд в знаменитом американском фильме Ка-19. Юрий Флавианович рассказывает, за годы своей боевой службы в Тихом и Атлантическом океанах он тоже неоднократно видел неизвестные подводные объекты, движущиеся с невероятной скоростью. Гидроакустики фиксировали их практически в каждом рейсе. То есть это был совершенно вот такой какой-то НЛО, так называемый, неопознанный объект. Я что, я, значит, мы зафиксировали все это, он нас обошел два раза и ушел. Уфологи любят спорить с учеными о том, существуют ли неопознанные летающие объекты, можно ли дать объяснение тем или иным явлениям в небе и их следам на земле. Но объяснить сигналы, которые моряки-подводники фиксируют в Тихом и Атлантическом океанах, уже больше полувека не может никто. Увидеть их источник на глубине невозможно, взять образцы для анализа тоже. Человеку остается лишь слушать эти сигналы и пытаться их расшифровать. Но даже если это и удалось, информация об этом совершенно секретна. У нас есть неопознанные летающие объекты, то, что называется. То есть мы их называем квакерами, двигаются они очень быстро. Иногда он с тобой разговаривает, он разговаривает с подводной лодкой, он начинает квакать. То есть он задает такой квакающий звук. Ква-ква-ква-ква-ква-ква. Это знаменитый фильм Джеймса Кэмерона «Бездна». Он был снят в 1989 году именно там, где затонул «Титаник». Удивительно. Но в этом фильме Кэмерон рассказывает о подводной цивилизации инопланетных существ, которые скрываются от людей на дне океана. Самый известный режиссер мира погружался к «Титанику», опускался на дно Марианской впадины и все свободное от кино время изучал подводный мир. Не потому ли, что он лично видел подводную колонию во время одного из погружений? Нам не выбраться. 490, сэр. Выбросите буй. 21 мая 1968 года американская подводная лодка «Скорпион» по неизвестной причине стала бесконтрольно погружаться в океан. Ее останки будут обнаружены на глубине 3000 метров лишь полгода спустя. Расследование покажет, что, вероятно, лодка была уничтожена неопознанным подводным объектом, который она перед этим пыталась атаковать. Подводные лодки подводной цивилизации Земли носятся весьма великолепно в наших водах. На нее подводная лодка подводной цивилизации Земли не воздействовала. Здесь что-то произошло на самой американской подводной лодке. Земные пространства кажутся человеку огромными, но это лишь 29% от всей площади нашей планеты. Все остальное покрыто просторами морей и океанов, глубина которых доходит до 13 тысяч метров. Что происходит на таких огромных площадях, лишенных света и тепла, человеку неизвестно. Одно время лодки стали возвращаться, покрытые каким-то белым налетом. Никто не мог понять причины этого налета. Выдвигались самые смелые, самые дерзкие гипотезы. Тем более это все было так вот тревожно и непонятно, потому что именно в этом районе отмечались пропажи и кораблей, и самолетов. Но не все контакты с неизвестными подводными объектами заканчивались простым наблюдением друг друга. Исследователи морских катастроф полагают, что с 60-х годов прошлого века не менее 12 подлодок США и СССР стали жертвами подводного НЛО. И риск разделить эту печальную участь тоже является частью профессии подводника. Словно стали часы. Ночь похожа на день. На постах боевых истопталось железо. Здесь солнце не светит, здесь вечная тень. И поход не на дни, а на вахты разрезан. Итак, матрос Фредерик Флинт. Родился 15 октября 1887 года. Воспитывался у приемных родителей. Отец неизвестен. Мамаша сбежала с дружком в Спрингфилд, бросив своего сына. В 12 лет впервые вышел в море. В 1908 году начал работать на компанию «Уайт Стар Лайн». А в 1912-м обрек на гибель гигантский лайнер «Титаник» и 1514 человек на его борту. Неплохой послужной список, не так ли, Флинт? Что-то ударило в «Титаник», как будто с летающего корабля лучом зеленого света справа по борту. Мы слышали этот бред уже сто раз. Слушай внимательно, сынок. Через три часа тебя начнут допрашивать британские исследователи. Ты не должен упоминать ни о каких самолетах или лучах света, которые утопили лайнер. Все считают, что «Титаник» утопил айсберг. И ты должен говорить то же самое. Говори всякую чушь, что было темно, что не было биноклей и так далее. Если откажешься, вся вина за катастрофу будет возложена на тебя, парень. Тебя будет проклинать каждый человек от Англии до Америки. Ты хочешь этого? Нет, сэр. Почему утонул «Титаник»? Столкнулся с айсбергом, сэр. Верно, парень. Из личного дневника матроса Фредерика Флита. День за днем я вспоминаю ту трагическую ночь, когда погиб «Титаник». Я пытаюсь понять, что же все-таки мы видели с Реджем, сидя в вороньем гнезде. Он, как и я, уверен, что лайнер пропороло что-то, что поднялось в воздух из воды. Но что это могло быть? 12 ноября 1915 года. Матрос Фредерик Флит, который, согласно официальной версии, первым увидел айсберг, всю жизнь говорил близким, что не знает, что на самом деле погубило корабль. Из-за навязчивых идей он несколько раз лежал в психиатрической клинике. Соседи Флита рассказывали, что он всю жизнь мучился виной за гибель полутора тысяч человек и говорил о зеленом луче света, который погубил корабль. Гибель «Титаника», она до сих пор остается загадкой. То есть какой-то там айсберг, который не заметили, но это все смешно. Глава российской сектора элитов Дмитрий Порублев убежден, что в ближайшем будущем на Землю должны вернуться пришельцы, которые якобы создали все живое на нашей планете. По его мнению, они окажутся на Земле, чтобы проверить, чего смогло добиться человечество за 10 тысяч лет самостоятельного развития. Они ее покинули, тем самым дав людям возможность самостоятельно развиваться и доказать, что они достойны их знания. И сейчас переломный момент истории, когда мы открыли энергиотомы, и наша наука движется огромными темпами. Исследователь древних цивилизаций Владимир Шемшук убежден, что легендарная Атлантида вполне могла быть огромным космическим кораблем, который однажды опустился на дно Атлантического океана, чтобы оттуда наблюдать за развитием человечества. Океан населен, населен не нами. Мы там в гости. Они нас отслеживают. Кто это такие, непонятно. Там присутствие ощущается, что кто-то есть. Следят. Роэлиты верят, что встреча с представителями Атлантиды должна состояться именно в 2016 году. Гигантский космический корабль, лежащий на дне океана, поднимется на поверхность, чтобы вступить в контакт с людьми и решить, какой участи они достойны. «Титаник-2» направится к точному месту, где, по мнению роэлитов, должна состояться эпохальная встреча. Это и есть тот единственный рейс, ради которого строится точная копия старого лайнера. Но почему создатели судна настаивают на исторической реконструкции? Первое условие – экстерриториальный статус посольства. Ведь мы являемся угрозой для них. Конструкции «Титаника-2» специально предусмотрено всего одно изменение. Небольшая плоская башенка, которой не было в первом «Титанике». Эту сенсационную информацию обнаружил все тот же журналист газеты «За Сан» Ричард Мехнер. Неужели эта точка предназначена для приземления инопланетян? Существует невероятная версия, что часть пассажиров «Титаника», те, кого заперли в третьем классе, была спасена атлантами и перенесена в их подводную колонию. Там они смогли продолжить свою жизнь благодаря генератору кислорода Николы Теслы. Асциллятору. Кто начал дышать под водой, да, то есть дыхать, выдыхать, он начинает жить там. Если он испугается, конечно, у него спазм будет, он погибнет. А кто не испугается, будет дышать. По слухам, на «Титанике-2» первым классом отправятся некоторые члены мадридского клуба. Клуба бывших президентов стран всего мира. Ильяне, которые признали Илахимов своими создателями, они будут клонированы после смерти на планете бессмертных. Но, конечно, это будут достойны только те, которые прожили земную жизнь не попусту. В своей книге «Генеократия» Клод Варион пишет о необходимости создания надмирового правительства, которое будет опираться на планетарную армию хранителей мира. Возможно, именно этой идеологией ему удалось заразить Клайва Палмера, а через него и весь мадридский клуб. Он может устроить массовое самоубийство. Есть некоторые признаки того, что такой вариант также посещал его разум. Это канадский социолог и сектовец Юзен Палмер. За последние несколько лет она выпустила три книги и более десятка статей о раэлитах, что принесло ей широкую известность в религиозных кругах. Хотя до этого она была почти никому неизвестна. Интересно, что обо всех сектах и даже религиях мира Юзен пишет крайне скептически. Но о раэлитах она высказывается более чем уважительно. Бойник и его жены уже, по всей вероятности, зависимый еще от продолжительности, сколько она прожила, уже помещен в чье-то биологическое тело. Откуда вдруг появилась никому раньше неизвестная профессор-исследователь секты религий? Писатель Франко Конли выдвигает сенсационную версию, что Юзен Палмер – это не просто круглая тезка. Это и есть умершая в 2006 году жена австралийского миллиардера. Это прозвучит невероятно. Но по одной из версий Палмеру действительно удался эксперимент по клонированию тела своей покойной супруги. Но счастлив ли он? Есть вероятность, что раэлитам удалось восстановить лишь тело с Юзен. Но она навсегда потеряла способность узнавать окружающих, своих детей и мужа, с которым прожила 22 года. Возможно, один из самых богатых людей мира, австралийский миллиардер Клайв Палмер, надеется, что на «Титанике-2» ему удастся вернуть разум своей жене и ее любовь. Дух жизни, дух любви. Мечтать об абсолютно невозможном. Он живет внутри каждого. И теперь настал наш черед взойти на борт «Титаника-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Кулакова